Всем привет! Вы на канале Кактус и Компания. С вами Елена. Сегодня я, друзья, занималась переносом растений с балбона на свой стеллаж, который я недавно приобрела. В общем, места у меня хватило тика в тику. В притирочку можно сказать. Это при всем при том, что я не поставила кактусы сюда, потому что кактусы у меня будут зимовать на окошке. Ну и малышную надо будет где-то размещать. Вот я их все отмыла. Они у меня чистенькие, красивенькие. Вот так вот расставила. Лампы у меня синего и красного свечения, то есть фиолетовые и кремовые. В прошлом году я уже показывала и рассказывала, что под фиолетовыми лампами суккулентики делаются более приземистые, не разрастаются, и у них толстенькие листики. А под белыми лампами они наоборот как бы нарастут, приобретают окраску. Так, ну вот на этой полочке у меня в основном стоят красулки мои, гастерии. В общем, маленькие растюшки в маленьких горшочках. Здесь у меня все мои суккулентные садики на второй полочке стоят. Вот такие вот. И на последней полочке у меня стоят растения на продажу, новинки. Кстати, я приобрела еще новые гуэрни и мои хавортишки. Вот, кстати, Семен, посмотрите, как подросли хавортии. Освещение, конечно, меняет окраску. Здесь моя мученица. Орхидейка одна единственная. В общем, Надя попросила показать ее, чтобы помочь с ней разобраться. Ну, вроде вот как она кое-как у меня отошла. И даже, вот, наверное, это, мне кажется, это будет бутончик. Была очень большая орхидея бабушкина. Бабушка у меня умерла, и орхидейка перешла ко мне. Вот такие. Хаворти. Так, ну, вернусь к орхидее. В грунте она у меня в таком. Она у меня сидела... Ой, и в... Коре. Вот, сейчас тут кора находится. И пересаживала ее... Прием в... Не серами, а как он называется-то. Ну, мешанину, короче, без субстракта, который я тут делаю для суккулентов. Она мне никак не хотела расти. Потом я думаю, ну, ладно. То гнила, то еще что-то. Оставался один маленький листик. По-моему, ладно. Жить захочешь, выживешь. У меня же такие понятия. Хочешь жить, умей вертеться. Вот. Ну, вот порадует бутоном, наверное. Не знаю. А, в керамзите она у меня сидела. Сейчас посмотрю, как бы у тебя под лампами чувствовать. Так. Это у меня новиночки тут. Малявочки от Иры. Мир и Вины. Ир. Вот твои малыши все растут. Никто не умер. Все живы-здоровы. Так. Ну, что-то я рассказывать даже особо ничего не хочу больше. Замучилась уже, перетаскиваю. Еще обнаружила. Тут у меня же на Волхоне ростомат. Я обнаружила белокрылку. Подскажите, пожалуйста, белокрылка на суккулентах размножается? Стоит мне травить свои растушки или нет? Я их просто хорошенько вымыла теплой-теплой водой. Травить не стала. Вот не знаю, кактусы-то я прочитала, она не ест. А вот остальные растения не знаю. Ну, сейчас тоже посмотрю, опять же, как она будет у меня тут летать или нет. В принципе, у меня препарат есть. Кактусы я тоже не знаю, то ли занести их, протравить, то ли не нужно их травить. У меня уже может галлюцинации по поводу вредителей всяких. Ну, я как бы, если их не вижу, я профилактические обработки не делаю. Кстати, смотрите, что я сегодня обнаружила. Свет на котеледоне. Скоро растетет на котеледончик. Вот. Не знаю, в общем, что делать. Так, видео мы запомнили, да, какие я принесла растения с улицы. И через месяц мы сравним окрас их, рост. Вообще, сегодня какое-то суммобурное видео получилось. Еще раз покажу полочку. Там наверху надо мне лампу как-то повесить. У меня еще на балконе есть цветы. И я с вами прощаюсь. Пошла немножко отдыхать. Кстати, напоминаю, что у меня продаются вот излишки моих суккулендиков. Которые я выщипала из своих садиков. Потому что они очень заросшие были мои садики. Я немножко их освободила. И также в продаже сеянцы моих кактусов. Ссылочка на Авито есть в описании к каналу. Заходите, смотрите, пока тепло. Всем все отправлю. Пока-пока.